Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет очень большая распаковка, будет много интересных товаров. Для начала покажу одну посылку. Это не маникюрный товар, это мышка вертикальная, такая нестандартная. Она в принципе удобная, к ней можно привыкнуть. Единственное, что мне не понравилось, она работает от батарейка. Я люблю мышки, которые можно заряжать. Дальше идут уже маникюрные товары. Здесь у меня три набора типсы, здесь по 50 штук, на кольце три разные формы. Первая это овальная форма, мои любимые типсы. Взяла на пробу новую форму балерина, но она мне не очень понравилась, так как здесь очень высоко, видите, посажен вот этот апекс и будет неудобно выкрашивать цвета именно возле кутикулы. А так в целом балерина очень красиво смотрится. Последний набор это мягкий квадрат и он очень короткий, видите, в сравнении с овальной типсой он очень коротенький такой, но здесь апекс тоже такой невысокий и в принципе проблем никаких не будет с выкраской гель-лака. Еще один расходный материал это апельсиновые палочки, набор 100 штук, но они какие-то слишком маленькие, коротенькие, я люблю чуть подлиннее. Дальше вижу пришли верхние формы, эту фирму я уже знаю, у меня есть от них верхние формы, а здесь пришли арочные вот такие миндали. Это только подложки, с ними у вас не получится сделать полноценное наращивание, вы можете нарастить только подложки. Пока еще их не пробовала, мои клиенты не носят такую форму, а я на себе как-то еще не созрела сделать такой арочный миндаль. Здесь пришли мимимишные наклеечки для маникюра, тематика такая любовная, я их заказывала еще к 14 февраля. Это у меня набор, 6 наклеечек, брала в разделе Choice, очень выгодная цена. Еще одна сборная посылка, опять же раздел Choice, здесь тоже были не маникюрные товары, но я их уже не стала вам показывать, показываю только для ногтей. Моя любимая твердосплавная фреза от фирмы Hytos, в этот раз мне пришла бракованная, очень сильно вибрировала, била по ногтю, мне пришлось ее выбросить. Взяла на пробу еще одну новую твердосплавную фрезу, ее уже я опробовала, но она мне не очень понравилась, очень быстро у нее забился носик. Нужно будет еще раз попробовать. Вижу еще одна не маникюрная посылка, но я хотела вам ее показать, так как это мышка, я осталась очень довольна, я сейчас с ней работаю. Она работает без батареек, ее можно заряжать, как обычный телефон, очень удобная эта мышка, мне очень понравилась, я с ней сейчас работаю, долго держит заряд. Если вы, как я, очень часто монтируете видео, долго работаете за компьютером, то эту мышку я вам однозначно рекомендую, она стоит своих денег. Дальше пришло 5 силиконовых аппликаторов, я их брала для нанесения втирки, такая длинная прозрачная ручечка, очень удобная, есть колпачок. Сам спонжик выполнен из силикона и давайте сейчас прямо попробуем нанести втирку на мой старый топ. Как вы видите, наносится хорошо втирка, можно подлезть в труднодоступные места, такие как кутикула, боковые пазухи, хорошо втирается, в общем, мне понравился этот аппликатор. Очень легко убирается излишки, просто смоченный в обезжиривателе салфеткой протирается и у вас спонжик как новый. У меня в наборе 5 штучек, цена была очень бюджетная. Дальше пришли салфетки для моей вытяжки, здесь в наборе 100 штук, они очень тоненькие. Я их брала для того, чтобы продлить жизнь фильтром для моей вытяжки, но о них я вам расскажу более подробно в каком-то одном из следующих видео. В принципе, по размеру они подошли, но работать с ними не так уж и просто. Еще одна сборная посылка из раздела ЧОС. Мои любимые кисти для выкладки геля я использую именно для акрила, но в принципе здесь все на любителя, 3 разные формы и кисти двухсторонние. Еще один набор, здесь 2 набора в наборе, 7 кистей для выкладки геля и еще один набор, здесь 5 дотсов. Еще расходный материал, это мини бафики, здесь 50 штук, мне они нужны для того, чтобы подпиливать пилочку, у меня они одноразовые на деревянной основе. Чтобы не повредить клиента, я убираю вот эти ребра. Дальше вижу, пришли 2 почти одинаковых набора для декора ногтей, это стразы. В набор входит 1 пинцет пластиковый черный. Очень красивая ручка для выкладки самих стразов, здесь с одной стороны носик, которым нужно набирать воск, вот этот воск он откручивается, набирается носиком и тогда можно выкладывать стразы. Самих стразов здесь 2 цвета, по 6 разных размеров. Другой набор почти такой же, здесь отличается ручка и пинцет немножко другой. В следующей посылке пришло аж 23 втирки и все абсолютно разные цвета. Я их брала не для личного использования, брала их для продажи на винтеде, поэтому выкрашивать на типсы не буду. Покажу вам наполнение, как они выглядят в баночке и как они должны выглядеть на ногтях. Прикреплю картинку, которую я взяла на странице у продавца. За такой набор в разделе Choice я заплатила 4 евро 22 цента. Я считаю, что это очень низкая цена, так как брать, если брать по отдельности каждую втирку, то она вам обойдется минимум в 1 евро. И это если вам, конечно, повезет, потому что я вот специально искала на Алиэкспресс и я находила цены от евро 50 за одну баночку. А здесь 23 цвета за 4, почти 4,5 евро. Ссылки, как всегда, оставлю внизу в описании. Еще одна сборная посылка. Здесь я хотела показать мой любимый бальзам для губ. Он на кокосовом масле. Очень крутой. Я его уже использовала полностью и заказала повторно. Это лучшая гигиеничка, которая у меня вообще когда-либо была. А это лучшие спонжики для выполнения градиента. Здесь набор 24 штуки. Я их уже опробовала. Они мне очень сильно понравились. У меня наконец-то получился идеальный бэби бумер именно с помощью этих белых губок. Дальше, вижу, пришла наклейка. Она пришла почему-то в отдельном пакете. Ее не положили в сборную посылку, хотя я заказывала тоже в разделе Choice. Наклейки красивые, на прозрачной подложке можно крепить абсолютно на любой цвет. И последняя посылка на сегодня с магазина Vinalisa. Здесь я заказала несколько интересных товаров. И первое, что я вижу, это универсальная жидкость от фирмы Kani 120 мл. С помощью нее можно выполнять разные функции. Такие, как очищение кистей. Можно использовать как жидкость для полигеля, снятие жидкость для снятия липкого слоя. В общем, много разных функций в одном флаконе. Запаха никакого нет. И на цвет эта жидкость полностью прозрачная. Уже совсем скоро начинается сезон педикюра, поэтому я купила два однофазных гель-лака. Для них не нужна база и топ. Здесь все в одном флаконе. Я взяла два оттенка, молочный и нюдовый. Давайте сразу посмотрим, как они в нанесении. И молочный меня немножко разочаровал. Он плешивит на типсе. На ногтях он может ложиться, на маленьких пальчиках может ложиться хорошо. Но вот на большом пальце все равно будут видны проплешины. Поэтому два слоя здесь обязательно. Но даже со второго слоя все равно остаются небольшие погрешности. Поэтому я в молочном цвете немножко разочаровалась. Надеюсь, на ногтях этих погрешностей не будет видно. А вот розовый оттенок очень плотный. Он с первого слоя абсолютно перекрывает прозрачную типсу в тоненький слой. Им я осталась очень довольная. Нанесла его также в два слоя. Но он и в один слой ложится просто замечательно. Взяла на пробу глянцевый топ от фирмы Винолиса. Само название этого топа говорит, что он остается глянцевым долгий перед временем. Я хочу в этом убедиться. Консистенция средняя, не жидкая, не густая. У меня когда-то спрашивали топ со средней консистенцией. И вот именно этот топ имеет среднюю консистенцию. Я уже его накрасила некоторым клиентам. Посмотрим, как он будет себя вести спустя месяц. Напоследок оставила товар, из-за которого вообще я делала заказ в этом магазине. Это гель желе. Ранее я вам говорила, что совсем недавно я полюбила гель и желе. Я научилась с ними работать, поэтому я взяла себе еще один. От Винолиса у меня уже один был, только в другом оттенке. Сейчас я вам покажу, как очень быстро и легко с помощью этого геля можно достроить недостающий угол. Если вам интересно, как работать с этим гелем и верхними формами, то предлагаю вам посмотреть вот это видео. Напоминаю, что все ссылки я оставлю внизу в описании. Если вы их там не найдете, то оставлю их также в телеграм-канале. А я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok